Ту разматывать было лень, поэтому решил взять это Это разматывали? Она более не запутанная Делюх, ты на потолок? На волнух себе Ну нет, тяжелее поднять А чем тебе там? Блин, ногу не так разверну Давай-давай-давай А что в стенку кто-нибудь перел... А-а-а Только не погибай, сейчас на тебя уйдет, ты умрешь Погибнешь! Стены лучше убрись, лучше убрись стену Красавец! Все, да? Да Это что такое за этап? Ну нет, топ, это топовая зацепка, то есть все, это окончание трассы На ней зафиксировать на ней Свою Присутствие Ну чё? А вот эту... Чей тут по краю все еще интересное? Да Вадим, можно на время работать? Да Можно... помнишь, как-то мы размышляли, что тоже когда в этом выставочной зале хотели сделать эту медитативную... Размещать, например, разные циферки, бумажечки, да, и говорить там сначала один, два, три человека. Тут есть такая жемка интересная, называется джуманжа. Допустим, это коллективная игра, в плане того, что один начинает... Смотри, просто человек... Спи. Что-то мешает, но я ничего не вижу. Что-то вообще тонкое, наверное, лежит там. Он именно сюда его хочет вложить. Ты просто самый легкий. Один. Я просто и сказал, что тяжело, я самый тяжелый на подъем, нежели что-нибудь целиком. Я Дашу скинул ссылку на одну группу. Там, короче, очень серьезный такой, он что, прям мужик, серьезный в плане подготовки детей скалолазов. То есть у него очень серьезная база по тренировке. И там вам очень много будет подчеркнуть для ваших тренировок детей. Саратовчанин? Нет, Пенза. Вот. У него, он очень много разработал методик для тренировки скалолазования. Именно для, там, как бы пользуются все, но он упор делает на детское развитие. И там такое обилие просто упражнений. А, как ты сказал про бумажечки, он клеит на скалодроме бумажки разного цвета. Берут группу, там, 5 человек, да? У каждого свой цвет. Кто быстрее соберет, короче говоря, все бумажечки. У кого больше будет, кто-то его любит. Они между собой соревнуются. А что Петр за джуманджи сказал, что это такое? Джуманджи, это, смотри. Я кину такое смотрел в детстве. Джуманджи у нас заключается в чем? Допустим, мы втроем, да? Я делаю движение, старт. Вот. Следующий, следующий человек садится, то есть берет мой старт и делает, старается придумать, как можно труднее следующее движение. Это вот живот. Да, третий берет уже старт, мое движение и придумывает свое следующее. Но это каждый землин это делает? Землин поднялся, сделал. Ага. Это, как знаешь, это игра в армяном с подтягиванием. Ну, лесенка. Да. Только вот здесь. Ну, классно. Я, допустим, третий был, я сделал вот эти два движения и следующий сделал свое тяжелое движение. И все по-грубо повторяется до тех пор, пока не получится так, что кто-то из нас не сможет повторить. У нас есть такая, 10 элементов называется, вот мы когда с оружием работаем. То есть один начинает первый элемент, второй последовательно, ну, как бы другой, второй, третий, пятый, десятый, там, может быть, 20 элементов сделать. Но должно быть именно последовательно выполнено и чтобы все гармонично было. Ну, да, игра, она важна, да, в образовании. Да. Ну, вот я говорю, я скинул ссылку на вот этого товарища. Посмотрите обязательно. А я на выходные, ну, в основном добираюсь до компьютера. У меня нету там по... Посмотрите обязательно, вам очень понравится. Там очень много упражнений различных для детей на координацию. На координацию движения равновесия. То есть, а... А книга есть у него такая именно методика обучения, да? Да, да. Потому что мне книга как-то попроще. Да и... Нет, там у него есть именно как написано, как тренировать детей. С картинками. Вот. И плюс к этому описанию всегда есть видео. Ну, вот, допустим, у них есть такое упражнение, называется оно кубики. На полу ставятся кубики, маленькие, разбрасываются в хаотичном порядке. Ребенка ставят в центр, на одну ногу, скальники. И потом по цифрам называют, и он должен, короче, балансируя, коснуться ногой следующего кубика. То есть, не меняя положение в пространстве. То есть, грубо говоря, это происходит вот так. Тренер говорит пять. Пять, пять, один, один. Потом поменять ногу, поменять ногу. Там девять. А кубики пронумерованы? Да. Ага. У нас тоже игра есть такая кубики. Только мы с переползанием по-пластунски, как бы с отжиманиями элементы. У них тоже, у них есть, знаешь, какая игра? С каждым глазах-то вырежу хочется. У них есть игра, ставятся дети, вот, в планку ставятся, да? Друг над другом. И они друг другу должны хлопать рукой. То есть, левая раз, да, раз. И в этом момент у них еще на спине стоит поролоновый кубик. Они не должны его уронить. Нормально. Что за человек этот, фамилию его не помнишь? Ай, Земсков. Да, Земсков, короче. Я тебе так не могу сказать, и тут надо посмотреть именно группу. А, Чеслава, давай скорость. Взрослый человек этот? Да. Взрослый, да? Советская школа, да? У них спущенная. Ты в группе, ты можешь посмотреть? В среду в зубы. Ты можешь на игру сделать? Субтитры сделал DimaTorzok